Одна остановка возле Монпарнаса. Можно пройти пешком или взять 13 в ту линии метро станция ГТ. Я хочу показать улицу ГТ. Здесь очень много театров. Рядом с метро находится хороший ресторан Индиана. Рекомендую. Я его показывала в других местах. Здесь клуб, здесь играют бильярдцы, но есть только рестораны отдельно. Тоже это марка Индиана. Рю Белагите. Идем по этой улице смотреть театры. И не только театры, здесь есть ночной клуб очень популярной. Сегодня прошел дождик. Люди не сидят на террасах. И нет большого столпотворения. И зато легче снимать. Но обычно здесь все усыпано столиками и людьми. Сегодня суббота. Здесь бы было много людей. Но так после дождя здесь тихо. Тем более некоторые площадки, они без зонтиков. Нельзя спрятаться от дождя. Все, что отсюда. И идя прямо к Мэн Парнасу. Это очень популярная зона. Очень шумное вечернее время, потому что много театров, ресторанов. А также рядом с театрами соседствуют шек-шопы. Ну и специальные комнатки. До радости. Земной. А также битий салон. Итак, первый театр, который попадается нам на пути. Театр Де Ле Гетте. Рядом с театром есть сек-шоп. Комнатки, комнатки, комнатки. Удовольствие и интеллект находятся всегда рядом. Две неразделимые вещи. Идем дальше. И сразу еще один театр. А когда нет посетителей, всегда на помощь придут медведи. В этом ресторане медведи больше, чем посетителей. И прямо на углу медвежьего ресторана. Театр. Здесь много азиатских ресторанов, индийский ресторан. На любой выбор. Театры и рестораны. Прямо возле индийского ресторана. Есть поворот на маленькую улочку. Называется Рю-Ван-Дам. Мы сворачиваем на Рю-Ван-Дам на секунду. Вдалеке виднеется надпись. Пачанга. Идем к Пачанге. Тут кушает Индия и Пакистан. А прямо рядом есть бар, клуб Пачанга. Это ночной клуб. Сейчас он закрыт, потому что все клубы закрыты. Но это очень популярный клуб в этом месте. Сейчас скрытое. Внутри все я не могу показать. Клуб маленький, небольшой. Работает так же, как ресторан. Все действие начинается где-то в 8 вечера. Идут занятия бесплатно. И в 10 свободный вечер начинается. Подтягивается публика, который постоянно здесь танцует, умеет танцевать, курсы не берет уже. Иногда приходят люди покушать, послушать музыку. Везде есть телевизор и можно клипы наблюдать. По пятницам вход для женщин был бесплатный. Был раньше точно, потому что я часто сюда приходила и танцевала. Я люблю бачату танцевать, кизомбу. Здесь также бывает много сальсы. Но обычно играет три-три. Бачата три, сальса три, три кизомба. После того, как клубы откроются, будем надеяться, что клуб опять заработает. Если вы здесь окажетесь, наверное, может быть осенью. Сейчас вот лето 21-го. Но если осенью откроется, и вы будете где-то в районе Монфарнаса, приходите в этот клуб. В 11-12 может быть очень много людей. Поэтому лучше прийти пораньше, часов 10. Если вы хотите послушать музыку. Поужинать, может быть, послушать музыку. Хотите взять занятия, приходите к 8-ми. Хотите просто потанцевать, приходите к 10-ти, пол-11-го. Сколько вход стоил, я не знаю, потому что я приходила бесплатно. И по пятницам вход для девушек до 12-ти был бесплатный. Как изменится это в дальнейшем, я не знаю. Не буду ничего говорить. Смотрите за рекламой, у них есть свой сайт. От клуба я возвращаюсь по Рю Ван Дам, я возвращаюсь обратно на Гите. И от Пачанги опять вышла к индийскому ресторану, где напротив стоит театр. И двигаемся дальше по этой улице. Смотрим дальше театры. Сразу после индийского ресторана есть театр Бабина. Здесь показаны разные знаменитости французские. Или какие-то известные постановки. Вот есть Пьер Ришар. Один раз я посещала этот театр. От театра опять, пожалуйста, на улицу. Опять иду дальше. Рот ищет места. Припасть где-нибудь, перекусить. Здесь также в этом районе много гостиниц. Здесь написано буфет Валанте. Валанте – это шведский стол. Соответственно, это более выгодно прийти и набрать то, что ты хочешь много, чем какое-то одно блюдо. Ты можешь несколько раз набирать, ты платишь один раз, но берешь, что хочешь. Прямо с этим рестораном, с шведским столом. Внутри, кстати, азиаты, я вижу, работают только. Есть хороший красивый театр. Ну, по крайней мере, красивый. Не знаю, как он внутри. Кстати, ни разу там не было. La Comedia Italian. Насколько он красивый внутри, не буду рассказывать. Я не помню. Я вроде бы его не посещала. Я раньше часто ходила в театры, потому что я приходила на телевидение, сидела в публике, приглашали посидеть на разных передачах. А потом телевидение нам давало один год бесплатно билеты во все театры, которые только можно было. Я с радостью бегала по всем театрам. Через год они стали давать со скидкой билеты. Но даже за скидкой это было выгодно. Если билет стоил, допустим, 10-15, можно было взять за 3,50. Поэтому многие театры я видела. И везде транслируют футбол. Все помешанные в футболе смотрят матчи во всех ресторанах. Много азиатских ресторанов на этой улице и маленьких кафешек. Здесь есть паб-бар-паб-гете. И рядом также ресторан-гете. Несмотря что недавно был дождик, людей прибывает. Кто-то на террасе сидит, где есть зонтики. А кто-то рвется внутрь, если зонтиков нету. В этом ресторане внутри очень даже сейчас людно. Две минуты до Мампанаса. Везде можно встретить небольшие отели, отели. Не менее популярный ресторанчик «Литурный соль». Мне кажется, это для молодняка. Потому что я смотрю, публика достаточно моложавая сидит. Молоденькая. О, кто-то забил или была попытка? Потому что визги. Как видите, улица очень оживленная. Суббота, 7 вечера. И то, сегодня после дождя меньше людей. Вчера была пятница. Вчера здесь было больше. В основном люди сидят везде. И опять очередной театр. Театр Ривгош. Некоторые террасы уже полностью забиты, как и рестораны внутри. Нельзя сказать, что все смотрят футбол. Ну, довольно оживленно. Народ топчет хавчик. Много азиатов. И параллельно футбол. Приятного аппетита. И улица подходит к концу. Там дальше другая улица, не менее интересная. И я расскажу про другую улицу. И про объекты там. Одна проблема начинает накапывать. На углу ГТ есть мороженое кафе. А Марина давно здесь стоит. Если что, заходите в это мороженое кафе. Этот ролик я буду заканчивать. И перейду на следующую улицу. В чем фишка? Следующая улица называется Одесса. Это нечто. Рядом с этой улицей есть ресторан Одесса. И рядом театр. Вот я покажу этот театр и закончу ролик. И пойду по этой улице уже. Последний театр, который примыкает к улице ГТ. Это театр Эдгар. Тоже здесь была пару раз. Маленький театр симпатичный. Очень маленький. На этом мой ролик заканчивается. К этому театру примыкает ресторан Одесса. Это будет уже другой ролик. Про эту улицу, про эти рестораны на этой улице. Итак, добро пожаловать в Париж, Монт-Парнас. Улица ГТ. Можно от Барнаса пройти. Можно взять метро 13. Театры, рестораны этой улицы, этого микрорайона.